Вор в Эзаконе Дед Хасан Убийство в центре Москвы влиятельного криминального авторитета Аслана Усаяна, также известного как Дед Хасан, не осталось без внимания британской прессы. Газеты сообщают о том, что Усаян был убит одной пули снайпера посреди бела дня в центре Москвы. Несколькими минутами спустя он скончался в той же самой больнице, где ему спасли жизнь после аналогичного покушения в 2010 году, пишет Финанчаль Тимес. В статье далее сообщается, что Усаян был одним из самых авторитетных российских воров в законе и для англоязычных читателей проводится краткий ликбез по соответствующей русской терминологии. Это динозавры, старые советские преступные боссы времен ГУЛАГа, поясняет Марк Голиотти, специалист по российскому преступному миру из Университета Нью-Йорка, добавляя, что воры после падения коммунизма постепенно уступали место более гибким и менее принципиальным криминальным авторитетам. Черноволосый и краснолицый Усаян редко появлялся на публике. Он всегда сторонился прессы, за что его сравнивали с Кайзером Сазе, выдуманным злодеем из фильма 1995 года «Подозрительные лица», пишет корреспондент Афте и вновь цитирует Голиотти. Он был жирным пауком в центре паутины, который сам никогда не марал рук. Гуардиан отмечает, что у деда Хасана, как полагают, был конфликт с другим вором в законе, Тариэл и Маняне. Война была кровавой. Многие из убитых были подручными у Саяна, работавшими в Сочи, где в ходе подготовки курорта к зимней Олимпиаде 2014 года есть выгодные контракты, пишет газета.